ASICS GELSONOMA это модель, которая с момента своего появления сделала ставку на соединение деквирных высокотехнологичных решений с комфортом повседневных моделей. Обновленная версия GELSONOMA 1550 не исключение, а лишний раз подтверждение уже общего правила для этой модели. Особенностью всех моделей GELSONOMA являются высокотехнологичные подошвы, которые перекочевали как раз из профессиональной туристической обуви. Особенностью таких подошв является глубокий особый конструкции протектор, который позволит вам беспрепятственно передвигаться по пересеченной местности, который позволит вам получить максимальное сцепление с поверхностью. Помимо высокотехнологичного протектора, производитель применяет особые смеси в составе резины. Вы можете видеть 73 единицы. Это для повседневной обуви, конечно, показатель избыточный, но для профессиональной обуви то, что нужно. В особенности для повседневной эксплуатации такой состав смеси может вам гарантировать долговечность самой подошвы и устойчивость ее к истиранию. За амортизацию в средней подошве и за стабилизирующей функции отвечает пена с технологией SPEVO, которая имеет жесткость порядка 45 единиц. Это на самом деле показатель для современных пен недалеко не самый мягкий, но и в такой обуви мягкость это далеко не самый необходимый параметр. В большей степени здесь имеет значение стабилизация. За функцию дополнительной стабилизации отвечает супинатор, который находится в средней части подошвы. Все эти технологические решения в итоге вкупе дают достаточно среднюю по амортизационным качествам платформу, что, естественно, особенно положительно сказывается при эксплуатации этой обуви на пересеченные местности. Да и в городском цикле слишком мягкие платформы тоже могут отрицательно сказываться на усталости ваших ног при ежедневной эксплуатации. Кроссовки поставляются в типовой стандартной крафтовой коробке от компании ASICS. Самое главное, друзья, на что стоит обратить внимание, это наличие значка контроля качества. Модели от компании ASICS очень активно подделываются, друзья. Поэтому, чтобы определить оригинальность именно на парах от компании ASICS, я рекомендую вам поднять стельку и проверить номер, который находится непосредственно на подошве. Обратите внимание, эти номера должны полностью совпадать. Ну, а чтобы не нарваться на подделку, я рекомендую приобретать кроссовки только у проверенных продавцов. Например, на платформе Joom в различных корейских, немецких, японских и других магазинах. При оформлении заказов не забывайте при возможности крутить колесо удачи, которое дает возможность получить скидку. Или использовать типовые промокоды, ссылки на которые я оставлю вам в описании. Стелька типовой Artalite из переработанных материалов. Невысокая, то есть амортизационные функции она на себя брать не будет. Одним словом, ничего необычного, но своей функцией отвод влаги она будет отлично выполнять. Вес 363 грамма составляет для US 10 размера. Это отличный показатель для повседневных кроссовок. Верхняя часть кроссовка выполнена в сверх детализированных решениях. Здесь мы видим огромное количество и разнообразие материалов. Трехмерная структура придает формам объем и выглядит просто потрясающе. От прошлого поколения нынешние гельсономы отличаются очень сильно в части материалов, которые используются в верхней части кроссовка. Здесь мы с вами можем видеть отличного качества спилок. Натуральную кожу как в пяточной, так и в носочной зоне. Различные текстильные вставки и вставки из кожзама в виде значка брендинга. А также самое главное по периметру всего кроссовка мы видим материал наподобие рипстопа. В части воздухопроницаемости давайте с вами посмотрим. Как можете видеть это достаточно хорошо дышащий материал. Но при всем при этом подкладка достаточно плотная присутствует под ним. Поэтому рекомендовать такую обувь на лето я конечно не решусь. Максимум я думаю до 22-23 градусов ваша нога будет в них чувствовать себя комфортно. Также хочу отметить, что большинство версий не защищено никаким образом от влаги. Поэтому если вам нужны непромокаемые саномы, ищите варианты с гортексом. Круглые шнурки всегда оставляют у меня двоякое впечатление. С одной стороны стилистически они выглядят очень достойно. Правильное цветовое решение. Качественный материал. Но с другой стороны любые круглые шнурки имеют отрицательное свойство. Они развязываются. По качеству особых вопросов данная пара у меня не вызвала. Все здесь сделано достойно. Каких-то кривых швов или недоделок я здесь не увидел. Но единственное, как всегда, друзья, наш друг клей присутствует здесь в больших объемах. Особенно учитывая тот факт, что эта пара не темная. По идее этот клей не должно было видно. Но тем не менее, местами он проступает. Относитесь к этому спокойно. Это нормальное абсолютно явление. В современном кроссовкостроении это никаким образом не говорит о том, что перед вами паленая версия. В текущих реалиях это абсолютная норма на кроссовках практически любого уровня, любого ценообразования и любого качества. По итогу имеем с вами кроссовки, конечно, которые в первую очередь ориентированы на повседневную эксплуатацию. Несмотря на достаточно крутую подошву, технологичную, с отличным протектором, все-таки эта версия не вывезет никаких серьезных нагрузок в части эксплуатации по бездорожью. Возможно, версии с мембраной и выдержали бы небольшие нагрузки. Но тем не менее, вы должны понимать, что это исключительно городская обувь. Стиль горкор давно уже принес в повседневные кроссовки эстетику профессиональных внедорожников. Компания «Соломон» очень уверенно на протяжении нескольких лет закрепила эти стилистические решения в своих ультрапопулярных моделях. Ну, а компания «Асикс» двигается в своих стилистических решениях. Конечно, здесь есть определенные лейтмотивы, которые взяты от тех же моделей «Соломона». Но они настолько незаметны, что сказать, что здесь есть какие-то заимствования или какое-то сливое копирование, конечно же, я не могу. Это абсолютно индивидуальный дизайн. Из ближайших конкурентов как по ценообразованию, так и по общим стилистическим решениям я вижу модель от компании «Ньюбаланс 610Т». Ну, и, естественно, многие модели от компании «Соломон». И, конечно же, главный вопрос – можно ли назвать данную модель универсальной? И здесь однозначный ответ – да. Прекрасная платформа, не излишне мягкая, подарит вам прекрасные ощущения при ежедневной эксплуатации. И наличие колоссального количества различных расцветок и материалов, которые используются в верхней части данных кроссовок, поможет вам выбрать именно те цветовые решения, которые в большей степени будут подходить под ваши образы, под ваш стиль. Качественные материалы прослужат долго, а достаточно неплохая вентиляция позволит эксплуатировать эти кроссовки в достаточно широкий промежуток времен года. Что вы думаете относительно данной модели и какие кроссовки, по вашему мнению, смогли бы составить им конкуренцию, пишите в комментариях. Ну, а я с вами прощаюсь, друзья. Если был вам полезен, лайк, репост. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok